Здравствуйте, уважаемые гости и подписчики моего канала, вновь прибывшие, случайно заглянувшие. Я вас всех приветствую, меня зовут Эрсен, спасибо большое за лайки, за комментарии, за ваши теплые слова. Сегодня такая будет тема расклада, небольшой, такой я сменила рапл, чтобы вам удобнее было. Давайте посмотрим, расклад будет на одну позицию, расклад будет общий. Давайте посмотрим тайные мысли вашего партнера у вас. Давайте посмотрим, что на данный момент у вас в отношениях, потому что расклад будет общий, позиция будет одна, поэтому давайте посмотрим, что у вас сейчас с вашим партнером в отношениях. Во-первых, вы очень две сильные личности, карта соперничества, то есть вы с вашим партнером вечно соперничаете. Кто кого, кто, знаете, перетягивание каната какое-то идёт, это может быть действительно проявляется на физическом плане, что вы друг другу не можете уступить в чём-то, либо на ментале, да, к примеру, два человека молчат, и вот каждый сидит и ждёт, кто первый, да, вот кто первый нарушит эту паузу. Вообще по карте смерти у вас на данный момент отношений как таковых нет, они из одного состояния переходят в другое. Может быть было расставание какое-то, ну как смерть отношениям, да, может быть вы сейчас помирились и что-то, какое-то общение есть. В общем, если одним словом отвечать, у вас сейчас какая-то трансформация, то есть отношения в том виде, в котором они существовали до этого, они уже не будут, будет что-то абсолютно другое, потому что всё старое, ненужное, даже это будет болезненно, но оно как бы отходит. Было у вас здесь партнёрство, было здесь у вас, ну вы, во-первых, судьбоносные друг у друга, и сама судьба здесь уже вмешалась в вашу трансформацию отношений. То есть то, что сейчас происходит, это, ну, так скажем, с лёгкой руки высших сил идёт. Вы проходили какие-то уроки здесь, но я здесь не вижу, я здесь не вижу на данный момент семью. Ну, во-первых, потому что карта смерти, да, может вы, конечно, и были с семьёй, но у вас сейчас какие-то вот идут завершения, да, либо какие-то судьбоносные, причём, знаете, такой вот серьёзный период в ваших отношениях. Вот, ну и здесь карта романа всё-таки, я по этой карте людей не вижу с семьёй. Вот, здесь у вас был немножко нарушен как энергообмен. Кто-то очень много отдавал в отношениях, кто-то очень много брал, но мало очень отдавал. Но всё-таки это карта, это карта романа, это карта не семейных отношений. На данный момент, да, вот у вас либо началось какое-то вот общение, но это как любовное общение, это переписки, может быть, встречи, свидания, да, но это не семья. Вы, если вы женщина, вы императрица, вы можете здесь быть на расстоянии друг от друга, карта говоря, да, и вы здесь императрица, то есть вы управляете своей судьбой, у вас могут быть дети от этого мужчины или от другого мужчины, да. Вы здесь такая вот самодостаточная, ресурсная императрица, ну, здесь она в плюсе идёт, то есть, да, здесь ещё и карта победы, поэтому сейчас вы управляете своей жизнью, сейчас у вас есть все ресурсы, вы даже куда-то, может быть, карта путешествия, может, собрались куда-то в какое-то путешествие, в дороге, может быть, сейчас вот смотрите мой расклад и находитесь в дороге, такое тоже может быть, вот. Может быть, вы с мужчиной отношения на расстоянии, здесь у вас фаза какая-то идёт, из одного, там, к примеру, вы просто общались как друзья здесь, может быть, а сейчас вы что-то более такое, да, переходите, вот. Надеюсь, сама судьба вам благоволит, да, то есть вот уже с подачи высших сил этот человек однозначно вам по судьбе, я могу так сказать, да, всё-таки карта судьбы просто так не выпадает, вот. Какие-то уроки вы с этим человеком здесь проходите. это что у вас сейчас на данный момент в отношениях. Давайте посмотрим тайные мысли вашего партнёра у вас. Тайные мысли вашего партнёра про вас, какие у него тайные мысли. Ну, во-первых, карта праздника, да, вы такой человек-праздник, то есть у вас такая энергетика, вы очень напитываете этого человека, ему с вами легко, ему с вами хорошо. он видит вас как личность такую, знаете, энергетически приятную, энергетически вкусную. Вы вносите в его жизнь, да, вот такое ощущение, что человек как будто серый будний. Вот он общается с вами, вот вы, да, ждёт вот этого общения, потому что вы даёте ему силы двигаться дальше. Вот как-то с вами вы напитываете человека, да, вы заряжаете человека какими-то эмоциями. С вами легко. Вот у меня есть колода другая, там, оракул, да, там ребёнок бежит по полю. Вот здесь такая же ситуация, да, вот он с вами чувствует себя очень легко. Вот может быть там где-то не в ваших отношениях, у него дома какие-то проблемы там, ещё что-то. А вот сообщаясь с вами, он всё это скидывает, всю вот эту тяжесть, всю вот, знаете, какие-то серые будни. Вот такой, как лучик света в тёмном царстве, да, как-то это пафосно очень звучит, но, тем не менее, это так и есть. То есть вы для него своеобразный праздник, ему нравится с вами, приятно с вами общаться. Вы можете и посмеяться, у вас и хорошее чувство юмора есть, да, то есть вы можете как-то развеселить, вы можете человека поддержать, можете дать какой-то совет. Ну, он, да, вы для него своеобразный праздник, ему с вами легко, приятно. Может быть, вы не напрягаете его своими проблемами, не грузите, как по-русски это говорится, да. Может быть, вы человеку даёте, вот, если там треугольник, к примеру, да, такой пример, да, не обязательно треугольник, но просто такой яркий пример. Там дома проблема, вот общаясь с вами, он всё это скидывает, да, и становится самим собой. Вот, все какие-то тяжести вот этого мира, да, обязанности, обязательства скидывает, ему здесь с вами хорошо. Вот такое вот, да, то есть вот вы такой для него праздник, лёгкость, энергетически приятный человек, тайные мысли, но он думает о партнёрстве с вами, да, он думает, как бы он даже смотрит, да, хочет открыть новые горизонты. Вы с ним, вот здесь, да, вот здесь дракон и человек, они смотрят в одно направление, то есть вы с ним смотрите в одно направление, какие-то у вас схожие мысли, может, да, вы можете чувствовать друг друга на расстоянии здесь по этой карте. В общем, человек очень с вами хорошо, понимаете? Поэтому он и чувствует праздник здесь какой-то, потому что, знаете, вы можете здесь друг друга понимать полуслова как-то. Один сказал, а второй уже, знаете, заканчивает фразу. Очень много схожего может быть, да, и такое ощущение, вы, может, даже когда познакомились с человеком, либо сейчас, да, как будто знаете его очень-очень давно, да, как будто вот ваша как вторая половинка какая-то, вот, то есть такая вот близость душ у вас. Вы можете быть внешне очень разные, да, вот, а вот эта близость душа, вот это есть, потому что вот как вы, вы можете открыть, он считает его тайные мысли о вас, что вы можете открыть человеку новые горизонты, вы вообще как-то мировоззрение человека поменяли, да, то есть на что-то открыли ему глаза, как-то, может быть, к примеру, человек был зациклен на чем-то материальном, а вы ему показали, что кроме материального есть еще и куча-куча всего в жизни интересного, да, то есть он как-то вот стал по-другому смотреть на мир, вот, и здесь вот тайная мысль такая о вас, да. Ну и, соответственно, карта партнерства, да, партнерство, и с вами он думает, тайную мысль хочет с вами отношений, хочет с вами быть в партнерских отношениях, да. У вас он, знаете, считает, смотрите, шут и маг, очень интересное сочетание его тайной мысли о вас. Во-первых, шут это не всегда дурак, да, у шута всегда есть опыт. Именно в этой колоде, смотрите, шут, если вы посмотрите, да, вам видно сейчас, здесь и шут, он играет, да, вот у него есть все карты на руках, и он ими играет. И вот он вас видит такой, знаете, что вы можете что-то там, к примеру, играющее решить, да, вот как семечки щелкать, и раз-раз, и все у вас как-то в жизни складывается. Шута, шут не всегда тоже, опять-таки, это легкость, да, у шута есть свой багаж знаний, и он знает, что, да, вот в этом сочетании, что вы имеете этот багаж знаний, и вы умело его используете. Где-то, что надо проманипулировать, проманипулируете, где-то надо что-то играющее решить, с легкостью вы, с легкостью, да, то есть вы такой человек, который, ну, такой, знаете, а-ля психолог от природы, и вы можете, тонко чувствуете людей, да, вы знаете ту грань, где надо вот с легкостью подойти, а где-то, знаете, вот соблюдать субординацию, что вот здесь не надо лезть со своими шуточками, прибауточками, здесь надо серьезность, то есть вот вы можете вот так вот, да, где-то что-то решить, как-то, знаете, с детьми с легкостью, там, к примеру, или с какой-то коллегой с легкостью, а с начальством вот надо по-другому себя вести, да, где-то промолчать, где-то отступить, вот вы, он видит вас такой личностью, да, что вы вот можете вот это вот все сделать, причем, я говорю, здесь у вас как-то хорошо все это прям играючи, да, происходит, то есть особо вы можете не напрягаться, или какие-то ситуации в жизни, когда, я извиняюсь за выражение, да, но вот по-русски мне сказать полная попа, да, а у вас хоба-хоба-хоба как-то так, вы знаете, вот вы такой как а-ля баловень судьбы, и у вас все разрешается, то есть казалось бы, что все уже, ну все, не знаю, что делать, а потом как-то раз у вас ситуация-то выруливается, то есть он вас таким человеком видит, да, где-то вот манипулятором, но здесь такой манипулятор не во вред себе, что вы сейчас проходите трансформацию, карта перерождения, да, видит вас человеком, который как-то переродился, который выходит на свет, потому что, вот смотрите, вот холодная карта, карта плена, вот раньше вы были в каких-то рамках, в каких-то ограничениях, у вас были связаны руки, какая-то ситуация была, которая вы не могли, да, как-то из нее выйти, не знаю, чего она касается, расклад общий, это может быть и работа, это может быть и любовная сфера, и там болезнь, в общем, что угодно, вы сами знаете, да, что у вас там было, поэтому вот он видит вас, как вы из этого вот плена, вот из этих вот оков, вы выходите, перерождаетесь, вы как феникс из пепла, то есть здесь как бы судьба вас не била, как бы тяжело вам не было, сколько бы слез вы не пролили, он видит вас, вот вы все время как феникс из пепла можете возродиться, начать все сначала, может быть, человек, вы здесь смотрите на какого-нибудь старого, да, загадали партнера, ну, с которым вы уже там, к примеру, лет 10, и вот он за это время видит, что вот у вас были такие ситуации, когда вам приходилось прямо с ноля начинать все, да, и вот вы с ноля опять, да, то есть ваша империя рухнула, все вот рухнуло в жизни, и вы по чуть-чуть, по чуть-чуть опять эту империю выстраиваете, если это новый мужчина там, да, ну, я со стороны женщины говорю, если это новый ваш партнер, значит, вы, может быть, рассказывали человеку, как было вам плохо, как было вам больно, да, то есть здесь, потому что человек вас видит вот такого, да, что вы можете переродить, что у вас, что вы очень сильный человек, который может выйти, взять на себя ответственность за какие-то, за свою жизнь в первую очередь, за какие-то поступки, да, вот взять эту ответственность и выйти из нее, ну, к примеру, там даже банальный пример, там, уйти от мужа, который там бьет, пьет, да, вот вы взяли ситуацию в свои руки и просто освободились от этого человека, потому что надоело, да, тянуть все это на себе и ушли. Ну, такой банальный пример, чтобы понимали, да. Или там, может быть, человек вас видит, вы рассказываете ему, что одна воспитываете детей, да, и он видит, что вот вам тяжело, что вы все равно, да, взяли эту ответственность и воспитываете своих детей, не бросили там, не пьете, не курите там, не употребляете, да, а вот работаете и растите детей. Ну, такой тоже пример, да, то есть вот у вас такой вот личностью видит. Такие тайные мысли о вас. Какие еще тайные мысли у человека по поводу вас? Ну, вы в трансформации, он видит, да, что вот опять-таки перерождение, карта смерти, да, что вы прошли свою трансформацию, вы как феникс из пепла здесь возродились, что вы тот человек, который не боится разрушить, уйти от чего-то старого, уйти от чего-то ненужного, как бы больного вам не было по этой карте, да, в основном трансформация у нас, мы избавляемся от старого ненужного, но порой это бывает болезненно, потому что старое ненужное – это привычка, это выйти из зоны комфорта, да, поэтому вот он вас видит вот такой вот личностью, ваши его тайные мысли по поводу вас, что вы сейчас больше как в мужских энергиях, да, может быть, вы действительно мужчина меня смотрит, там, может быть, смотрит женщина, он видит вас как, да, вот, короля воздуха, такая вот женщина в юбке, это неплохо, да, просто, может быть, действительно вы одна воспитываете детей, и вы им, и, я извиняюсь, и баба, и мужик, ну, и мужчина, и женщина, да, потому что вы заменяете детям и маму, и папу, да, вы, получается, так и работаете, и с детьми, и крутитесь, как белка в колесе, вот, поэтому здесь вас человек видит такой вот решительный, да, умный, сообразительный, можете сказать, знаете, вы такой, он, тайная мысль о вас, вы такой человек, который может помочь и протянуть руку помощи, а если что-то пойдёт не так, этой же рукой помощи можете и надавать очень сильно, и, да, и не пожалеете. Вы человек справедливый здесь, вы не боитесь, там, смотреть правде в глаза, вы не боитесь людям говорить правду, как бы это больно не было, то есть вы не тот человек, который, я извиняюсь за выражение, там будет одно место подлизывать, да, нет, вы не такой человек, вы в глаза всё скажете, скажете, что вас не устраивает и почему вас не устраивает, да, с людьми, по крайней мере, на данный момент, это его мысли, да, по поводу вас, может быть, вы не являетесь таким человеком, но вот он вас видит, ваш партнёр вас таким, что вы в глаза скажете человеку, если вам что-то не нравится, вы не будете с этим человеком общаться, зачем, да, вот он думает, он вас видит такой, да, зачем я буду тогда с этим человеком общаться, если он мне не приносит ничего хорошего, к примеру, постоянно ноет мне, вот есть такие подружки, да, очень часто у моих клиентов, которые вот, она говорит, звонит и звонит всё время, ноет и ноет, она говорит, ну, надоело мне уже слушать только одно нытьё, да, и вот такие вот, может быть, тоже опять-таки, как пример, что вы можете раз и отрубить, да, надоело, не хочу это слушать, зачем я трачу свою энергию на, да, вот на такое, не хочу, то есть это видит вас очень сильной личностью, интеллигентной, у которой есть внутренний огонь, да, который обладает, кстати говоря, со стихиями хорошо работаете, огненная такая вы, да, что, что можете, говорю, где-то, знаете, заморозить холодом, а где-то оттопить тепло можете, какие ещё тайные мысли по поводу вас, что вы, во-первых, очень умный, карта отшельника, что вы очень умный человек, что вы обладаете знаниями, мудрый человек, не важно, сколько вам лет, здесь вам может быть и 20 лет, также и 50, то есть у вас мудрая душа, мудрый человек, да, вы, не важно, говорю, сколько вам лет, но и также видит вас как одиночкой на данный момент, да, мы спрашиваем, вот на данный момент, да, его мысли, видит вас как человека одинокого, да, может быть, вы и позиционируете, что у вас очень много друзей, очень много подруг, там, что вы не сидите на месте, но вот человек вас видит отшельником, да, вы, кстати говоря, можете получать здесь и тайные знания, у вас очень развита интуиция, вы, знаете, вот человек вас очень интуитивным видит, что вы, знаете, вот с вами особо не соврёшь, то есть вы ложь, знаете, за версту чувствуете, и вот вам всё равно потом через сны, через знаки, вы очень внимательно обращаете, знаете, вы обращаете внимание на детали, вот есть некоторые люди, которые на это не обращают внимания, я тоже такой человек, я всегда на, особенно на фотографии смотрю, я всё замечаю, все детали, и мне потом, когда я спрашиваю, мне говорят, откуда ты знаешь, ну, потому что я замечаю детали, у меня такая вот, ну, всё я замечаю, и вы точно такой же человек, вы все, вот, знаете, вот, можете там, случайно там человек вам отправил фотографию, а вы на заднем плане увидели какую-то надпись, там, какой-нибудь кафе или ещё что-нибудь, то есть вы знаете уже, что человек вам врёт, а он говорит, что он дома, да, то есть вы, ну, это пример, опять-таки, чтобы вы поняли, да, вы здесь заверстучуете по интонации голоса, да, вот человек не так сказал, вы уже знаете, ага, вот врёт, там, я не знаю, руки не так кладёт, то есть у вас очень-очень сильно вот это вот развито, такое вот, и очень сильно развито женское начало у вас, вот, и, да, такая вот энергия женская, вот, сейчас есть некоторые, конечно, страхи у вас, опасения, может, кстати говоря, здесь, если девочки смотрят, он вас мог ведьмой называть часто, да, там, ты меня приворожил и так далее, что-нибудь такое вот тоже он мог говорить. То есть очень сильным человеком, да, вот тайная мысль о вас, что вы очень сильной личности, именно сильной, может быть, ну, не в плане, да, не в плане там, что вы там мускулы нарастили и так далее и тому подобное, хотя, может, и это, да, здесь, что вот у вас есть такой стальной стержень, да, вот вы, говорю, как мужчина в юбке, очень мудрый мужчина в юбке, это не, при всём при этом, да, у вас очень развито женское начало. То есть вы знаете, вот у вас, вот такой человек про вас может сказать, что в первые впечатления про вас может быть ошибочно. Вы можете, знаете, вот сначала вам никогда не говорили вот по этой карте, что, знаете, вот особенно когда там пообщаешься, пообщаешься с вами, говорили вам, что вот я боюсь с тобой познакомиться, вот у тебя такое выражение лица было, вот не подходи ко мне, да, то есть у вас может быть такое вот выражение лица, такая вы вся из себя, да, вас вы отпугиваете, да, а на самом деле вы очень такой вот, ну, добрый, интуитивный человек. Император вы, вот так, да, вот вы кто, сильный император, что вы, опять-таки, у вас есть своя империя, вы за всем наблюдаете, здесь у вас есть свой трон, да, я сама глава своей империи, что хочу, то и творю, но в моей империи все под моим контролем, да, не дай Боже, там где-то на том конце моей империи что-то произойдет. Я сразу тут своих, да, вон гонцов запущу туда, вон воронов, да, и они там тебя поклюют. То есть вот вы, он видит вас таким человеком, очень властным где-то, способным брать на себя ответственность, отвечать за себя, за свою империю, за своих детей подданных, да, вот такого человека он вас видит. Что сейчас вы пожинаете плоды своего труда, да, что у вас было какое-то в жизни ожидание, 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 и вы устали ждать. Ведьма вас считает, да. Кто она? Она ведьма. Я говорю здесь, вот он вам мог говорить, что ты меня приворожила, потому что забыть не можешь, потому что у вас очень сильная энергетика, и ваша энергетика привлекает людей, да, вот вокруг вас всегда какие-то люди, да, вы, может, уже устали от людей, они всё равно лезут в вашу жизнь, потому что у вас энергия такая, энергетика. Вот, ведьма вас считает, тайная мысль у вас, что вы ведьма. Ну, может, действительно мне ведьма, здесь у меня много, я читаю комментарии ведьмочки, смотрят, вы обладаете какими-то знаниями, да, вы, может быть, на интуитивном уровне обладаете знаниями, что у вас была в жизни потеря. Он видит это, да, что вы, может быть, потеряли семью здесь, отношения какие-то, может быть, потеряли, вот, что была в вашей жизни потеря, что вы её оплакивали, что вы, ну, и эмоциональный человек по этой карте, да, то есть вот тоже про это думает, что вы звезда такая. Да, вы можете быть известны в своих кругах определённых, да, что вы можете быть вообще для него звездой, да, здесь, может быть, и расстояние проиграется, то есть здесь вот он видит вас такой вот балериной, да, при всей своей императорской мощи, да, вы такая вот красивая, утончённая звезда. А вы, я говорю, здесь, знаете, какая вы ведьма, я когда надо, тогда я буду императором, когда надо, я буду звездой, то есть вот он вас видит такой недосягаемый, какой-то вот красивый, он о вас мечтает, ваш партнёр, да, вот, если вы на расстоянии, соответственно, да, здесь и приехать хочет. Да, ему, ну, соперничайте, да, у тайной мысли он с вами, ваш партнёр соперничает. Опять-таки, да, вот видите, как два дракона здесь, кто кого, вот кто кого, да, вы, может, конечно, уже и с ним и не дерётесь, и не соперничать, вам-то уже всё равно, да, вот он видит вас такой. Причём и самое главное, что и по этой карте он может видеть, что вы преодолеваете какие-то препятствия постоянно, да, что было в вашей жизни предательство, может быть, от вашего партнёра, может быть, вообще в жизни ни одно предательство у вас было, да, тайные мысли о нём, то, что он знает, что вот потери предательства, что были люди, которые вас предавали, которые делали вам больно. Ну, опять-таки, вы как Феникса Спептулов, да, возрождались, у вас как, про вас, знаете, нас бьют, а мы крепчаем, вот так про вас можно сказать. Вам судьба, вот по этой карте, да, судьба вас не жаловала, так скажем. Были такие жестокие уроки, человек это видит, да. Ну, любовь, да, была, может быть, предательство было как раз-таки в любви. Там человек вас предавал, делал вам больно, да, здесь может быть такое, что, может быть, он сам, да, это ваш партнёр вас и предал, предал вас, вашу любовь здесь предал, вот. Мысли есть о том, что ему бы хотелось с вами любви, что есть у него чувства к вам. Ну, понятно, что если это новое знакомство, то тут ни о какой любви речи не идёт, да, что если вы только познакомились. Если это старый ваш какой-то партнёр, то да, здесь есть. Если новый партнёр, он просто знает, что в вашей любви было предательство, он об этом знает. А если это старый, то у него, да, вот, может быть, это он вас предавал, но чувства-то есть здесь. Такие ещё тайные мысли по поводу вас. Ой, здесь как-то, знаете, ревнует, ревнует, что у вас может быть, потому что вы ресурсный человек, понимаете, что вы ресурсный, вы королева земли, такая, знаю, практичная, целеустремлённая, у вас всё по полочкам расставлено, вы знаете, что хотите в этой жизни, как этого добиться, что для этого нужно сделать, какой партнёр вам нужен на данный момент. То есть у вас всё, знаете, вот так. У вас дома там, скорее всего, очень чисто, уютно, комфортно, даже, может быть, и не новый ремонт, да, но у вас уютненько дома. А королеве земли, она, знаете, схожа очень с императрицей, то есть она вот может всё, да, и дом построить, и детей вырастить, и на работу сходить, сбегать, и, не знаю, и дерево вырастить, то есть всё, да. Здесь у него есть, у вашего партнёра ревность, а вдруг такая вот женщина, у неё уже кто-то есть, да, вдруг вот она там не одна, а вдруг вот, потому что как такая женщина может быть одна. Здесь ревность. Тайные мысли о вас ревнуют, что у вас может быть какой-то роман. Тайные мысли о вас, что сейчас вы какое-то вознаграждение получаете за боль и подлость, которые были в вашей жизни. Какое вознаграждение вы сейчас получаете? Какое вознаграждение? Сокровище. К стабильности приходите, какой-то ящик Пандоры вы открыли, после отчаяния, после боли, после подлости, да, вы были в каких-то размышлениях, какой-то период в вашей жизни была стагнация, у вас всё остановилось, вы не знали, куда идти. Тайные мысли о вас, что вот после этой стагнации как-то жизнь закрутилась, завертелась в какой-то ящик Пандоры, открыли вот эти сокровища, вот этот ящичек, да, и сейчас вот получаете, да, то есть после вот этой, после размышлений, после стагнации, жизнь закрутилась, завертелась у вас, и вы вот сейчас открыли этот ящик Пандоры и получаете свои вознаграждения, свои плюшечки от высших сил, вот так скажем. Ну и, собственно говоря, здесь ещё и защита, да, защита от высших сил у вас идёт, хорошая в рот вам помогает, вас слышит. Здесь, вы смотрите, загробный мир, очень у вас с тонким планом, тонкий план вас защищает, здесь такое вот прям передают. Ну и мысли, да, вот такое, здесь тоже может быть, но его мысли, мы рассмотрим его мысли, здесь тоже человек вот может вам говорить, да, что вас там ангел-хранитель оберегают, но это мысли его, может, он вам не говорил, но мысли такие есть. Ну, вы яркая, огненная, харизматичная, прям женщина огонь-огонь, да, такая вся, ну, вы можете и отстранить, да, и опять-таки, здесь такие энергии, знаете, я могу убить, а могу и помиловать, как-то вот так вот, как хочу, да, вот хочу сейчас помиловать, помилую, хочу рубить, буду рубить, и не пожалею, вот такие вот тайные мысли у него у вас, а что он хочет от вас, давайте посмотрим, что он хочет от вас, тайные мысли, конечно, хорошо, что этот партнер хочет, чтобы вы стали императрицей его сердца, да, чтобы вы стали его женщиной, его любимой женщиной, самой главной женщиной в его жизни, если вы на расстоянии, карта-колесница хочет, чтобы вы приехали, потому что и существует некая неопределенность у вас, да, а человеку хочется, Но опять-таки колесница, это может действительно вы на расстоянии, он хочет приехать или чтобы вы приехали. Либо если вы живете там в одном городе, колесница это движение, то есть хочет какого-то движения в ваших отношениях, потому что вот у него, да, какие-то вот сейчас неопределенности, связанные с вашим прошлым. Вот, потому что здесь карта воспоминания, карта прошлого, да, вот это сейчас на данный момент в мысли какие-нибудь, да, неопределенности у вас в отношениях. Он хочет как-то разрешить это все, потому что вы его искушаете. Смотрите, какое вы искушение. Ну, правда, здесь мужчина в мехах, но ладно, какая разница, мужчина, вы будете у меня красивой, да, красивой женщиной в мехах. Вот такая придете здесь, ну, грудь можно закрыть, да, чтоб не сразу все. Придете все в мехах, такая красивая, да, где надо, прикроете все, вот, с таким же взглядом. В общем, вы искушение, да, какие мысли у этого мужчины или у этой женщины по поводу вас, что вы искушение. А вы такая сладенькая такая, там, ягодка, да, вот, что без вас как-то не может человек. Поэтому хочет вас, да, если это старый здесь мужчина, старые отношения какие-то здесь однозначно не отпустил, хочет разрешить эту неопределенность. А если это новый мужчина, соответственно, тоже, да, сейчас не очень понимает, что в ваших отношениях хочет встретиться, потому что вы его искушаете. В общем, не буду больше ничего досмотреть, доставать, да, будьте искушением для вашего партнера. Всех люблю, девочки и мальчики, всех целую, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok